Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкины. Здравствуйте. Первая после летних каникул сессия Краевого законодательного собрания прошла со скандалом. Депутата Андрея Волкова отсадили от его бывших коллег-единороссов. Все это стало известно незадолго до начала заседания, и Волков оскорбился. Все это время место Андрея Волкова было в рядах фракции «Единая Россия», но в конце июля он вышел из партии, а накануне сессии независимого депутата исключили из фракции и указали на новое кресло. Своё недовольство он выразил сразу же после начала сессии. Вот и мне сегодня указали на моё место, меня пересадили от коллег-единороссов, вероятно, чтобы я не повлиял как-то, чтобы они перешли в группу независимых депутатов. Но я сейчас не об этом. Я прошу на сегодняшней сессии поставить вопрос в повестку о отзыве председателя Алтайского краевого законодательного собрания Романенко Александра Алексеевича. Мы уже с вами давно не практикуем включение в повестку дня неподготовленных вопросов просто с голоса. В итоге в повестку вопрос не включили, это возмутило депутата ещё больше, так что в конце сессии он взял слово второй раз. По словам других народных избранников, так много на сессиях Волков ещё никогда не говорил. Дополнительных красок ситуации добавляет то, что Волков фигурант уголовного дела, он бывший учредитель управляющей компании «Прогресс Плюс». Его обвиняют в присвоении 43 миллионов рублей. О политическом демарше и в ходе первой после каникул сессии расскажем в вечернем эфире, а пока продолжим. Больше 400 тысяч жителей Алтайского края находятся за чертой бедности. Ещё в марте эту цифру озвучили власти региона. В стратегии социально-экономического развития края даже говорится, что эта цифра должна быть снижена к 2035 году в два раза. К беднякам власти относят тех, кто живёт на зарплату ниже прожиточного минимума, то есть меньше 10 тысяч рублей в месяц. У некоторых нет даже дома, и они выживают на милостыню от прохожих. Наш корреспондент Валентина Аскерова провела эксперимент, переоделась в упрошайку и попыталась узнать, сколько зарабатывают бедняки на паперти, и все ли они на самом деле нуждаются в помощи. Как вы знаете, обычно я так не выгляжу. Сегодня я играю роль попрошайки, чтобы наконец узнать, сколько они зарабатывают, и можно ли на это жить. Вот я дополняю свой образ колоритным пиджаком, чтобы сойти за свою. Естественно, надо сделать более такой жалостливый вид, чтобы мне все поверили. Ну, теперь я готова идти зарабатывать. Так вот, чем закончился эксперимент, как понять, кто действительно нуждается в помощи, и можно ли прожить на милостыню. Расскажем в вечернем выпуске новостей. Должны сдать до 1 октября. Власти Барнаула проверяли, как идет ремонт крыши дома на северном Власихинском проезде, которое полностью сгорело полтора месяца назад. Жильцы дома до сих пор вынуждены жить без кровли, но подрядчик обещает, что осталось недолго терпеть. Продолжит Ирина Корчагина. Видно сразу, крыша не на месте. Звуки капающей воды уже вызывают нервный тик у жителей дома. Полтора месяца назад крыша полностью сгорела. Тушили дом тогда более 70 пожарных, 25 единиц техники. Площадь возгорания – 1000 квадратных метров. После жаркой ночи сгоревшую крышу наспех затянули пленкой, а спустя пару дней власти города выделили на ремонт 11 миллионов из резервного фонда. Были на объекты, посмотрели саму кровлю. В принципе, есть удовлетворение от той работы, которая уже проделана. Долгое время рабочие расчищали кровлю от обгоревшего мусора. Говорят, темп работ сдерживают дожди, но в целом все идет по плану. Мы уже подставку сделали профлиста, но в субботу начинаем планово уже 2000 квадратов закоплено на эту крышу. Поднимать и делать. А пока жрецам приходится защищать крышу и свои квартиры самостоятельно. Да и никакой поддержки они особо не ждут. Нам сразу сказали, что есть понятие материальной помощи, что мы можем обратиться в соцзащиту, и нам там выплатят в районе 5000. Мы обратились, нам выплатили, но покроют 5000 расходы? Не знаю, у кого-то покроют, наверное. Ночью, когда я выхожу на крышу, это сейчас вот днем вышли, тут все поулыбались, все хорошо. А когда ты ночью выходишь под дождем с ведром, чтобы воду собирать, вообще не весело. Довести крышу до ума нужно до первых холодов, не за горами зима. По контракту подрядчик должен сдаться 1 октября, если не помешают дожди, конечно. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. Накануне Дня рождения Барнаула в районах города обновили доски почета. В Октябрьском, некоторые еще называют его финансово-экономическим центром краевой столицы, награды за труд и вклад в развитие района получили 120 человек. Врачи, учителя, работники промышленных предприятий. Правда, на саму доску почета попали лишь несколько. Поверьте, все хороши. И коллективы, и мы даже в таком сомнении, потому что у нас очень много хороших людей. У нас же район самый промышленный, 40% промышленности города Барнаула у нас в районе. Только доска почета маленькая? Только доска почета маленькая, да. Поэтому мы вообще, в принципе, планируем ее и расширить, и сам ее поменять, внешний вид. Ну а пока на этой доске в течение года будут находиться фото 8 человек и 4 предприятий, в числе которых и ТОСМИК района Восточный. Его председатель Светлана Дядикова в общественном самоуправлении работает 8 лет, да и живет она тоже в Октябрьском. Мы занимаемся большей частью благоустройством микрорайона. Вот как и сегодня, с утра с десантом мы уже поработать успели. Набрали в микрорайоне 25 мешков мусора. Поэтому, как бы, вот в этом, я думаю, что и заключается наша работа. Работа с населением. А человек в любом случае приходит не в администрацию района, а первым делом приходит в ТОС за решением любой проблемы. Кстати, впервые за весь период существования городского конкурса названия лучшего района Барнаула по благоустройству район Октябрьский, напомним, район Промышленный занял первое место. Этим октябрята очень гордятся и наверняка успех захотят закрепить и в следующем году. Ну а буквально накануне фильмом Василия Шукшина «Калина Красная» открыли 76-й по счету в Венецианский кинофестиваль. Об этом сообщила дочь режиссера и писателя Мария на своей странице в Инстаграм. Она пишет, к моей радости и гордости узнаю, что в классическую программу попала легендарная «Калина Красная». Как сообщает комсомольская правда, Барнаул в этом году в основном конкурсе кинофестиваля не будет представителей России, зато будет легендарная лента. Напомним, что в этом году у нас на Алтае с размахом отметили юбилей Василия Макаровича. На сцене драматического театра показали спектакль по мотивам известного фильма Шукшина. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». Смотрите нас также на нашем канале в Ютубе, в соцсетях, Инстаграм, Вконтакте и Фейсбуке. Смотрите и подписывайтесь. До встречи!